здравствуйте мои дорогие с вами психолог практик а также богослов по образованию евгения саженцева думала сегодня на какую тему снять видео но уважаемый подписчик мне такой комментарий написал на который я просто не могу не ответить причем тут очень-очень все заувалирована так что нужно прямо практически каждое предложение разбирать с точки зрения психологии и с точки зрения богословия тоже я немножко приболела поэтому прошу прощения сразу за мои вот эти вот шмыганье носа браво евгения видите как заходит человек браво ну что дальше всегда смотрим в суть что человек хочет как какой у него посыл и какой дух дух смирение кротости евангельский или нет я все жду когда вы сбросите одежды православия призовете в каком месте у меня одежды православия то есть я считаю себя православным человеком который как бы пытается жить на основах святоотеческого учения при этом при всем я против фарисейства против того чтобы впадать в некий фанатизм да то есть я извлекаясь православия самое главное но при этом при всем не ударяюсь фанатизм потому что в святоотеческих писаниях очень много истины такой которая в том числе спасает нас от духовной прелести от нарциссизма и от фарисейства и помогает нам самом себе тоже замечать когда у нас начинаются нотки гордыни когда мы можем думать что мы с богом а на самом деле мы уже в погибели при этом при всем можно ходить в храм до мои мои видео несут этот посыл то есть ни в каких одеждах православия я не хожу наоборот я понимаю что здесь образно сказано одежда православия но друзья мои если я когда-нибудь перейду в какую-то другую конфессию вы первые об этом узнаете поверьте мне но пока что у меня желание нет я рассматривала ну как бы я вообще такой человек который постоянно анализирует постоянно занимается самокритикой и в том числе я размышляла о разных направлениях в христианстве но простите меня вот если взять те же самые как бы отдельные так скажем течение где уже впадают в какой-то транс и начинают бормотать что-то там при этом при всем как бы вот допустим мне нравятся такие течения где можно сесть на гитаре самому спеть о христе да но если посмотреть на плоды этого всего как люди впадают в какой-то некий транс и уже бормочат какие-то ереси непонятные да то есть вообще православие она нас призывает к тому чтобы не терять разум и к тому чтобы оставаться здесь на земле они просто порхать где-то там неизвестно где и впадать сумасшествие и в этом плане мне православие очень импонирует но внутри православие есть очень много разных деталей которые я считаю что как бы нужно над этим тоже думать размышлять что нам там полезно что не полезно понимаете мы живем не в царстве небесном внутри церкви тоже люди тоже грешники и все это нужно понимать и принимать адекватно не искать там какого-то подобия рая где там уже пропадает борьба над собой можно выключить голову и просто радоваться да везде мы живем с головой которая мысит с головой которая не решена здоровой критики и так далее и тому подобное поэтому пока что я оставлюсь в православии и такие люди велики как игнатий бренчанинов например они мне очень импонируют своими учениями своими мыслями о том как они насколько трезво они стоят на земле и нам дают пример и опять же без фанатизма потому что одни люди могут прочитать святителя игнатия и впасть не пойми что какое состояние я таких тоже знаю а другие для себя эти великие слова полные чистоты и разумности возьмут и изменят свою жизнь к лучшему так что очень много зависит от того насколько мы сами разумны и готовы к тому чтобы все воспринимать адекватно читаю дальше комментарии я все жду когда вы сбросите одежды православия призовете как минимум к изоляции людей с неправильным от рождения черепом то есть я хотел сказать лобной долей головного мозга потому что это суть дьяволы то есть не люди и никто не знает откуда эти люди на планете и им тут не место я правильно излагаю спрашивает меня подписчик ну дорогой мой друг я иногда я прибегаю к тому чтобы некоторую информацию усугублять на пользу моим зрителям которые чаще всего находятся в отношениях с человеком у которого нарциссическое расстройство личности и на мой взгляд вот когда я усугубляю что-то и говорю что нарцисс в нарциссе сатана да вот какой смысл я в этом несу во первых каждым из нас есть страсти а это и есть без это каждый из нас работает над собой каждый из нас и может меняться проблема только в чем в том что нарциссы не способны к самоанализу и не способны меняться и признавать ошибки а следовательно они остаются в закорененном состоянии не приходят в богу не приходит к покаянию поэтому я говорю что с ними иметь дело крайне опасно и как плоды моих слов является то если например определенная женщина или определенный мужчина примет для себя правильное решение разорвать отношения с нарциссом и быть счастливым человеком вне этих отношений потому что жизнь нашей это не страдание господь нас призвал всегда радоваться именно с этим посылом я иногда усугубляю свои высказывания в нрав в таких учительских знаете методах и нисколько не к тому чтобы мы разделяли людей на два вида и впадали в крайности мы здесь не боги понимаете каждый может так скажем заботиться только о себе менять себя мы не можем изменить весь мир мы можем изменить себя в рамках своей личной жизни по смирению все остальное от гордыни когда мы вместо того чтобы менять свою жизнь начинаем заниматься улучшением мира а у самого допустим все трещит по швам в жизни внутри тревога внутри страсти бушует да то есть мы должны победить свою тревогу во первых да привести себя к спокойному состоянию вот наши цели по жизни нормальных людей а как вывести себя из тревоги это избавиться вот от таких людей которые не несут вашей жизни ничего хорошего уйти от таких людей и строить свою свободную жизнь давайте правильно понимать мои видео потому что опять же вот как я ранее сказала одно и то же можно послушать того же самого игнатия бренчанинова прочитать книгу можно впасть в такие ереси если ты все воспринимаешь вот ну извращенным мозгом точно так же и видео евгении саженцевой можно допустим уйти от абьюзера можно изменить свою жизнь можно стать счастливым послушав видео евгении саженцевой и множество моих клиентов действительно так делают а можно начать ходить с таким вот взглядом на всех людей и делить всех на черное и белое это враг это нарцисс это не нарцисс и вот с таким вот сердцем ходить тяжелым очень тяжело я наоборот призываю в основном людей к тому чтобы мы возвращали себе чистоту своего сердца возвращали себе позитивные представления о жизни потому что после отношений с нарциссом мы мы заражаемся его состоянием духа это нарцисс постоянно видит везде зло он постоянно делит людей на черных и белых для него все плохие понимаете и мы если будем также людей тупо делить на черное и белое и считать что если мы всех разделим то наступит царство небесное то это крайность это ересь я перед этим приводила в пример ну вот допустим мы собрали чат где девочки одни эмпаты это что значит что мы пришли к царству небесном нет там тоже огромная работа над собой у каждого из нас и у эмпата в том числе к тому чтобы выстраивать свои личные границы да потому чтобы работать на люд над любовью к себе чтобы учиться так чтобы себя уважать и других уважать потому что не в нарциссах дело только в них тоже конечно я не отрицаю что эта болезнь она крайне крайне вредоносна для окружающих но мы просто от отвергаем какого-то определенного человека с которым нас отношения токсичны и потом работаем над собой да у нас тоже большая работа фокус внимания всегда на себе в первую очередь опять же понимаем все правильно если вы все еще в отношениях с нарциссом то вам стоит прекратить их а потом уже работать над собой они так что вы с нарциссом внутри отношений бесконечно работаете над собой бесконечно меняете себя а он вас скатывает все равно в тревогу скатывает ужасное состояние все делаем как бы пошагово и разумно расстаемся с нарциссом и потом работаем над собой у нас у всех есть страсти нам всем нужно поработать над собой но при этом при всем до не впадать в крайности и так далее читаю комментарий он очень длинный я просто останавливаюсь потому что ну каждое предложение приходится разъяснять подарю вам конструктивную идею благодаря успехом современной евгеники мы можем безошибочно маркировать таких людей уже в роддоме нанося им на лоб метки вот здесь уже просто страшно становится для большей безопасности окружающих человек нам подает очень очень странную идею и заувалировал это все благо благими намерениями а как вы знаете благими намерениями выстроена дорога в ад заботы об обществе пишет человек не как насчет желтой звезды звезда символ нарцисса друзья давайте вот поосторожнее со всякими символами смотрите как бы глубже да мы не не символами должны здесь парировать как бы и бравировать смотреть всегда в суть я вообще как бы никаким символом не отношусь резко негативно надо изучать все историю символов и понимать что может быть они изначально несли совсем другой посыл поства в комментах у вас подходящая давайте вот я здесь остановлюсь и прокомментирую отдельно про то чтобы маркировать людей в роддоме я хочу заметить что это фашизм это фашизм друзья мы когда мы маркируем людей на добро и зло на неугодных и угодных это фашизм это фашизм давайте смотреть в суть евангелие господь всегда относится к детям с большой такой любовью и трепетно он говорит будьте как дети и много много других цитат из евангелия можно привести где иисус говорит не запрещайте детям приходить ко мне друзья вот еще я хочу такой момент тут остановиться тоже вот когда вы особенно если вы мама начинаете в своем ребенке видеть нарцисса остановитесь поработайте над собой потому что дети считывают наше состояние если вы в тревоге то конечно ребенок тоже в тревоге мы должны дать ребенку максимум своей любви и заботы если мы будем на детях ставить крест ставить метки и в раннем возрасте называть его нарциссом этим вы точно ему не поможете даже если у него действительно какие-то психические проблемы вы родили ребенка это ваша ответственность вы должны дать ему максимум своей любви и заботы и смотреть на себя на свое состояние еще раз повторюсь любите своих детей и чужих нельзя маркировать я просто даже вот ну честно говоря я не знаю как это комментировать потому что опять же посмотреть Евгению Саженцеву и прийти к таким выводам я всегда за разумность я всегда за то чтобы быть адекватными людьми у нас в мире такой ужас сейчас происходит из-за разного рода фанатизма нам такие вещи пытаются внушить так обработать целые массы людей к тому чтобы люди ненавидели друг друга просто по какому-то принципу национальности чему угодно территориальному принципу и точно так же здесь можно назвать сразу еще в роддоме человека нарцисса нарциссом он еще извините меня ни одного дела не сделал чтобы его так назвать все таки мы людей должны оценивать по его делам по его плодам ну как конечно я когда-то говорила да ну и да я говорила такую мысль что нарцисс с рождения идет с повреждениями в лимбической системе мозга я не отрицаю этого но при этом при всем да мы же говорим с вами все таки уже о взрослых людях да вот вот когда я говорю эту фразу нельзя ее вырывать из контекста я же говорю о уже взрослом человеке которому мы видим поступки да который уже допустим кого-то морально насилует от которого плохо я допустим говорю вот скорее всего у него с рождения это проблема да но при всем при этом если брать просто ребенка вот здесь и сейчас в моменте его нельзя называть нарциссом мы всем людям и детям должны дать шанс показать себя перед тем как сделать о нем какие-то выводы каждый ребенок на свете каждый ребенок на свете каждый ребенок на свете достоин любви и каждый родитель должен давать ему максимум своей любви абсолютной любви полного принятия не иначе если мы еще и детей будем клеймовать то извините меня куда мы катимся куда мы катимся друзья это мы на один шаг реально в наше время от фашизма какие у нас настроения в голове я призываю к тому чтобы приходить к радости к любви вычеркивать просто из своей жизни тех людей и подонков которые вас морально унижают которые вас приводят в жуткие состояния и быть в радости и гармонии быть в нормальных отношениях с другими здоровыми людьми но как к этому можно прийти друзья мои вот как к таким мыслям вообще человек пришел это не Евгения Саженцева привела этот человек сам он склонен к тому чтобы впадать в крайности крайности это очень плохо никогда нельзя выключать мозг никогда нельзя впадать в крайности можно именем Господнем идти и говорить что я иду на войну с именем Господнем можно именем Христа извините меня такие ужасные дела творить здесь дело не в вере мы должны всегда смотреть на поступки далее читаю паства в комментах у вас подходящая разогретая готова к действию вы без пяти минут лидер движения за чистоту человеческой расы с именем господа на устах уже сказала про это извините меня если такие дела делать и маркировать детей в роддоме это уже хоть себе там на лоб напиши имя господа ты уже не с господом ты уже вообще в другой в другом лесу бродишь вы способны на многое друзья посмотрите как все заувалировано вот такой нацизм такой фашизм он заувалирован лестью к Евгении Саженцевой вы думали я размякну и начну действовать с вашей харизмой человеколюбием вы измените мир к лучшему вот здесь я посмеюсь так ну давайте давайте последний комментарий дам к этому комментарию комментарий во первых я не лидер паства я психолог и работаю индивидуально с клиентами как там мои видео люди воспринимают это уже не моя ответственность каждый из своего так скажем у каждого своя мера уже психики да да и если человек изначально психически нездоров я говорю ему хоть евангелие прочитаем начнет младенцев убивать прости господи поэтому я в каждой своей консультации индивидуальной всегда веду человека к тому чтобы жить счастливой жизнью чтобы не впадать в крайности и чтобы просто вычеркивать из своей жизни нарциссов не мстить им даже сколько раз я говорил даже мстить им не надо просто уходите уходите и живите своей свободной жизнью не мстите ему не думайте о нем даже мысли свои контролируйте никогда у меня не было никаких призывов каких то вот крайностей у меня никогда нет ни к тому чтобы там к революции свергать нет измените мир к лучшему как изменить мир к лучшему вот я на последней фразе остановлюсь все начинается с себя мы не можем изменить весь мир тем более такими фашистскими идеями мы не мудрее бога который да попускает порой чтобы в этом мире были разные люди для чего он это делает для чего господь вот меня тоже спрашивают для чего господь попускает чтоб на земле были нарциссы может быть для того чтобы ярче были видны люди чести правды и совести на их фоне чтобы потом видны были ярче дела тех кто идет к богу да а такие люди как нарциссы да они тоже рано или поздно как бы видно их плоды дел мы не можем изменить весь мир мы не мудрее бога мы должны менять себя мы должны свое сердце очищать быть счастливыми и когда у нас в сердце бог когда в нашем сердце любовь то вокруг нас начинаются спасаться другие например ваши дети которых мы часто начинаем в чем-то корить да и при этом при всем не смотрим на себя так вот когда вы измените свое внутреннее состояние когда у вас состояние будет спокойно в первую очередь поменяется состояние ваших детей которых ни в коем случае нельзя клеймить никакими плохими словами даже дурак не ругайте своих детей меняйте себя дети берут с вас пример и потом уже может быть ваши друзья почувствуют ваше спокойное состояние им тоже захочется пребывать в гармонии может когда-нибудь они вас спросят как вы к этому пришли не так что вы им будете что-то навязывать а когда они сами спросят об этом и вы им расскажете свои принципы жизни вы может быть расскажете о Боге тогда когда вы сами будете примером любви спокойствия и умиротворения опять же не когда вы идете с мечом и говорите за имя Господне изменю мир понимаете все наоборот все начинается с нас измени себя и вокруг тебя изменятся другие поэтому друзья мои достаточно подробно прокомментировал это все давайте жить разумно давайте менять себя давайте отстраняться просто отстраняться от нарциссов если вам плохо с людьми если они манипулируют вами не мстить им не не клеймить детей и жить в трезвом рассудке без каких-то крайностей спасибо спасибо за внимание до новых встреч ну последнее что еще хочу сказать я не собираю вокруг себя секту мне это вообще не нужно мне это не нужно это моя просто работа консультировать людей давать им какую-то важную информацию при этом при всем я плачу налоги за каждую консультацию но собирать вокруг себя поклонников у меня нет смысла у меня был чат где я собирала после консультации клиентов у меня его уже нет потому что я больше настроена на то чтобы работать индивидуально с каждым человеком когда люди стекаются в толпы ничего хорошего в этом не происходит в том числе когда жертва абьюза допустим пребывать все вместе в тревожном состоянии каждый находится на своем этапе и если как бы групповые брать групповую терапию то чаще всего это не несет хорошие плоды я это тоже на своем опыте познала поэтому для меня вообще как бы приемлемо больше индивидуальная работа ни с какими массами я работать не собираюсь какие-то публичные выступления не планирую и вообще я склонна к тому чтобы каждый человек был свободен не привязывался ни к каким тиранам и в том числе я часто говорю в своих видео не делать из Евгении Саженцевой кумира не надо как сказать без крайностей понимаете я не говорю что я идеальная я не говорю что я ужасная вы смотрите на людей просто без розовых очков и без фанатизма и в том числе без того чтобы человека хаять бесконструктивно разумно и адекватно воспринимайте людей на первом месте всегда бог тогда все все нормально все правильно никого ни из кого не делать кумира тогда все будет нормально хорошо договорились до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч